привет друзья меня зовут геннадий я профессиональный декоратор это видео для подписчиков ответы на вопросы декоратору в прошлом видео я сделал конкурс вам нужно было задать вопросы в моей группе сегодня мы выберем одного рандомного победителя как которому достанутся небольшие ништяки профессиональные инструменты для декоративной отделки и фирменная павановская кепочка но обо всем поподробнее дальше теперь можно приступать к ответам на вопрос номер один заварите себе чашечку горячего кофе приготовьте перекус и представьте что вы у меня в гостях погнали так друзья сколько у нас тут комментариев так 74 комментарии ни хрена не мало 74 комментария но не все из них вопросы сейчас будем в такой вот ламповой атмосфере отвечать на ваши вопросы и первый вопрос роман кучер попробую повторить у себя это я так понял про анжела как вы его повторите у вас же нет анжела вопрос что за материал анжела ты молодец с ребятами начинающие декорщики смотрим тебя спасибо что смотрите что за материал анжела это французский материал на ролике сказал что это итальянский материал но я перепутал это французский материал на самом деле который уже два года снят с производства. Создан этот материал, чтобы замешивать его с венецианской штукатуркой или какими-то похожими пластичными штукатурками на акриловой основе, чтобы создавать такой рисунок, какой как раз получился в этом видео, а именно белесые прожилочки. Идем дальше. Геннадий, подскажи, если нанес воск на венецианскую штукатурку, но воск не особого качества. Хреново. И лег плохо с небольшими полосочками. Как это исправить или удалить воск, не повредив штукатурку? Как это исправить? Во-первых, не могу на этот вопрос ответить точно, потому что вопрос требует какой-то фотографии в хорошем качестве, а лучше присутствия на месте. Все-таки я не Ванга, но могу теоретически порассуждать на эту тему. Ипохом заданию изумился. А как же я это почувствую, если он черный и не видно, что там? Мне надо тогда сейчас будет переместиться в птичку, видимо, и полетать. Правильно? Во-первых, если воск у вас оставляет какие-то косяки, и при этом вы уверены, что вы наносите его правильно, то значит таким воском больше пользоваться не нужно. Нужно его исключить, пробовать другие фирмы. Дальше. Есть как бы два основных способа удаления воска. Если вы там случайно какую-то часть воска не сняли, он у вас засох, образуется такое матовое восковое пятно. Есть несколько способов, наиболее популярный. Это вам нужно заточить шпатель до бритвенного лезвия, взять, вот, допустим, монитор, эта стена, взять практически параллельно стене и попробовать снять его как лезвием. Все, что у вас там налипло сверху, попробовать снять как лезвием. Это нужно делать очень аккуратно, очень аккуратно, иначе все пойдет к хренам, и вы испортите работу. То есть нужно аккуратненько это сделать. Если вы срезали лишнее, дальше можно взять наждачную бумагу мелкой фракции, которая не оставляет никаких следов. Это наждачка, ну, минимум 200 сараховка, просто минимум, желательно ближе к тысячной. То есть она не должна вообще никаких царапок оставлять. Вы должны аккуратненько подшкурить это место, аккуратненько его вытереть и нанести еще раз воск на это место. Но это теоретические рассуждения, потому что как там по факту, я не знаю. Меня на этом месте нет, поэтому я не могу вам дать, ну, стопроцентно точный ответ. Идем дальше. Геннадий, с чего вы начали свой путь, как мастер по нанесению штукатурок? Что было, на ваше мнение, самым сложным в обучении и нанесении? И обучал ли вас кто-то? Начал я путь свой с того, что клеил скотч, с того, что я занимался подсобной работой. Были декораторы, мои друзья, которыми я случайно попал на объект. И нужно было обклеивать скотчем потолок и лестничный пролет, чтобы не запачкать, чтобы все не зафакать, потому что они там делали мозаичку, распыляли материал мозаичный из компрессора. И вот с этого я начинал. Дальше, что было самое сложное, да? Что было самое сложное в обучении? Самое сложное пик, вершина декоративных отделок – это, естественно, венецанская штукатурка, потому что даже в классическом исполнении венецанская штукатурка – это нифига не каждому дано и сразу не у каждого получится. То есть это то, над чем нужно работать, то, чему нужно обучаться. Не то, что сразу же берешь и у тебя готово. Это не так работает, в основном не так. Естественно, что художественная венецанка – это как бы пик всего, и этому нужно учиться, тратить материал, пробовать и дерзать. Обучал ли вас кто-то, ну, всю базу мне заложил, так скажем, мой основной наставник, с которым я много лет проработал, зовут его Александр Базин. Ну вот, если взять вообще, с чего началась история венецанских штукатурок в Питере, была команда мастеров, которые вот начали самые первые делать венецанку в Питере, и вот Александр Базин, мой учитель, обучался у них. Это была команда художников, он был их учеником, и я, можно сказать, его ученик, но мы уже не сотрудничаем, но вот, тем не менее, спасибо ему огромное за большой вклад в то, что я сейчас делаю. Хотя многому я научился сам, он заложил именно базу. Дальше, Вова Миронов спрашивает, «Зачем Геннадию канал на YouTube? Неужели канал принесет больше денег, чем профессиональная деятельность?» спрашивает Олег Миронов, видимо, который работает в телекомпании НТВ. Ну а ролики смотрел, сделаны с душой. Откуда столько свободного времени, а? Вова Миронов, спасибо, что смотрите. Неужели канал принесет больше... Ой, стой, стой, не падай. Тихо, тихо, заклинаю тебя. Во имя Иисуса. Неужели канал принесет больше денег, чем профессиональная деятельность? То есть, канал, вот если вы воспринимаете канал как средство заработать денег, естественно, канал денег не принесет. Он принесет деньги косвенно. Каким образом? Канал помогает узнаваемости бренду. И меня узнает больше людей, которые будут знать, что я профессионал в своем роде. И, естественно, какой-то профит это даст. Что касается зарабатывания на просмотрах, там, какой-то рекламе, это все... На этом зарабатывают только самые крупные блогеры, у которых там миллионы подписчиков. Мне до этого, как до Китая пешком. А, вот, главный-то вопрос, я ему проворонил. Зачем Геннадию канал на YouTube? Канал на YouTube, ну, у меня есть три мотивации, да? Зачем канал на YouTube? Во-первых, это самореализация. Я очень многому научился, вот через очень многое прошел и многое знаю. И я ощущаю, что потребность этим делиться. То есть, у меня есть потребность этим делиться, своим опытом. И это, как бы, моя самореализация. Два в одном, да? Я надеюсь, что многим людям я помогу, на самом деле, своими роликами. Потому что, когда я начинал, естественно, никаких роликов на YouTube не было. Никто не делал никакие туториалы и объяснялки. Так что, я надеюсь, что я помогаю очень многим. И они смогут прокачать свои скиллы в декоративке. Плюс, конечно же, развитие канала – это, как сказать, это медийное продвижение бренда. Потому что, если уловить тренд, который сейчас начался, то, мне кажется, что где-то через 5 лет все компании, которые еще не перешли на какую-то площадку, платформу в интернете, где показывают то, что они делают, они будут сильно отставать в бизнесе. Мне кажется, то есть, это намного лет вперед. Приветствую, Геннадий. Расскажите, что вас мотивирует помимо денег? Помимо денег, меня мотивирует рост. Вот, когда вы заходите на YouTube, там очень все понятно. Очень понятная мотивация. У этого ролика такое количество просмотров, у этого такое количество просмотров. Посмотрели, подписали столько-то, пролайкали столько-то. И вот это мотивирует в росте канала. Хочется делать лучше, хочется подписчиков больше, хочется делать классный, качественный контент, который развивает и помогает другим людям. Вот это мотивирует. Плюс мотивирует, ну, в будущем это узнаваемость бренда. Еще раз повторюсь, это в каком-то непонятном отрезке времени, я даже не представляю, сколько должно пройти, чтобы какого-то узнаваемости бренда я добился. Но надеюсь, что это рано или поздно произойдет. Потому что, ну, есть естественная потребность расти и развиваться во всем. Как в декоративной отделке, так и в бизнесе, так и в семье, так и во всем. Так, тут ребята про снятие воска говорят, что-то дальше идем. Здравствуйте, Геннадий. А будут ли показаны декоративки с эффектами металла, имитация ржавчины и венецианка в сочетании с перламутром? Утро доброе. А как насчет венецианки с эффектом растрескивания? Может, покажешь, вот что получилось у меня. Так, венецианка с перламутром рано или поздно будет. Имитация ржавчины будет достаточно скоро. Есть она в планах в ближайших у меня, имитация ржавчины. Может, там не совсем ржавчина, но что-то такое металлическое хочется сделать. Именно застаренная металлическая. Идем дальше. Давно искал такие шпателя, но у нас их нигде нет. Где их можно заказать? Через нет. Через нет все инструменты, которыми я работаю, можно будет заказать совсем скоро. Если вы зайдете на мой сайт spb-pro-decor.com, там уже появился раздел «Магазин инструментов». Осталось только наладить схему доставки. Схему обработки заказа и доставки. Вы там можете посмотреть уже, какой инструмент есть. И он будет в последующем пополняться. Но сейчас нужно доделать схему обработки заказов и доставку. И все в полной мере заработает. Мне кажется, что все в полной мере заработает в течение пяти дней. Также я упомяну о начале работе и доставке в каком-нибудь из роликов, когда это уже все будет на мази. Так, дальше идем. Так, Сергей Жуков спрашивает. Очень приятно, что меня смотрит солист группы «Руки вверх». Ладно, шучу. Работал ли ты с какими-то еще производителями декоративных материалов? Если да, то хотелось бы отдельное видео. Какими материалами работал? Что понравилось? Каких производителей стоит избегать? Понравилось многое? Не понравилось многое. Каких материалов стоит избегать? Не хочу не делать никому, честно говоря, антирекламу. Потому что многие материалы можно вытянуть. Можно еще чуть-чуть поменять их состав, и они станут лучше. И плюс не хочу никому портить бизнес. Вот я сейчас скажу действительно о плохих материалах, и ребята останутся нищими. А может быть они работают над улучшением своих материалов, и сегодня у них материалы так себе, а завтра они сделают лучше, 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 и придут к чему-то действительно достойному. Я надеюсь, что все, кто делает хреново, будут развиваться. И, кстати, если вы не можете раскрыть потенциал своего материала, а таких роликов куча на YouTube, и новые фирмы заходят на YouTube, делают какие-то обзоры своих техник, своих материалов, и сами же не могут раскрыть свои техники. Что это такое? В общем, ребят, обращайтесь ко мне, если что, я раскрою. Так, суть вопроса-то в чем? Что понравилось, каких производителей стоит избегать? Самые, конечно, классные материалы, это материалы, которые чисто итальянского производства. Это самые качественные материалы, также они самые дорогие. Каких стоит избегать некоторые из русских фирм. Не имеется в виду вся линейка. Обычно это бывает так. Одна фирма, два материала хороших, там два материала плохих, остальные посредственные. Если мы говорим о плохих конторах, все равно, даже в плохих фирмах, где вообще не очень материалы, есть какие-то материалы нормальные. То есть нужно пробовать. Везде есть и хорошие, и плохие. Никого не хочу сейчас негативно выделять. Позитивно выделю всех итальянских производителей. Вот не те, которые сотрудничают, там русско-итальянские, там русско-немецкие. Вот именно чистокровных итальянских производителей хочется выделить. У них материалы качественные, выглядят дорого и стоят тоже до хрена. Так, идем дальше. Павел Юшкевич спрашивает. Геннадий, привет! Возможно ли научиться на образцах малых размеров? Насколько малых размеров вы имеете в виду? Если размеров вот таких, то нет, невозможно. Если размеров, как у меня в ролике, а это достаточно небольшие размеры образцов, то возможно. Возможно научиться. Тем не менее, вы должны понимать, что сначала вы отработаете технику на небольших образцах. Когда вы уверены, что то, что вы исполнили на небольшом образце, вы уже готовы повторить на стене, вы берете самую маленькую стенку, которую всегда можно переделать. Начинайте всегда с самых маленьких стенок, чтобы не закосячить. Потому что есть такая животная потребность, буквально животная. Хочется прям взять кельму и сразу большую стену замахать. Вот этого делать категорически не нужно. Запрещается. Ахтунг. Ноу. Алярм. В общем, начинайте с маленьких стен. С маленьких образцов. Нету больших образцов. Начинайте с маленьких. Начивайте с чего-то. В общем, нужно начать, главное. Идем дальше. Были ли в твоей практике такие случаи, когда заказчик доволен твоей работой, а ты сам недоволен? И наоборот. Ты полностью удовлетворен своей работой, а заказчик считает, что ты сделал полную чушь? Бывает такое. Надо сказать честно, такое бывает. Это все зависит от заказчика. Допустим, если заказчик абсолютно не разбирается ни в декоративной отделке, ни в дизайне интерьера, он может настоятельно выбрать какую-нибудь хрень. Выбрать какой-нибудь образец с каким-нибудь плохим цветом. То есть, вы будете объяснять ему, что данная фактура не сочетается с другой фактурой. Сюда данный цвет не подходит, потому что нужен вот такой цвет, потому что он сочетается. Он не будет вас слушать, потому что, видимо, я не знаю, почему. Я не знаю, почему он не слушает профессионалов. Бывает небольшой процент заказчиков, которые думают, что они во всем разбираются, во всем спецы. Они сейчас сами вас научат, как делать венецианку, допустим. И вот с такими заказчиками в основном бывают только такие проблемы. В 90% случаях все прекрасно проходит, потому что делаем работу на высоком уровне, и качественно. И как бы у всех адекватных людей вообще никаких вопросов не возникает. То есть, единственное, вот есть 10% примерно, ну, а так, грубо говоря, может их меньше, когда вот есть такие вопросы, когда или заставляют делать фигню, и ты такой думаешь, блин, ну ладно, ну деньги-то платят все-таки. Ну вот. Или просто ты сделал круто, он такой заходит, смотрит, что, что, а что, и, и вот так вот подойдет к стене, вот так вот подойдет к стене, и скажет, а вот что тут за штучка, вот можно вот штучку убрать? Просто докапываются до каких-нибудь супер мелочей, которые вообще не играют никакой абсолютно роли, или, допустим, бывают люди, которые абсолютно не понимают, то есть, у них напрочь отсутствует понимание чувства пятна или что-то такого, то есть, они думают, что штукатурка, она у них должна быть как обои, допустим, если это какой-то минеральный камень, а не вот такой участочек выберут на стене, ну, такое редко бывает, но такое было тоже, я расскажу, а что нет? Вот, вот огромная стена, вот они подойдут, вот скажут, вот, вот как здесь можно везде сделать, вот как здесь, везде. Вот с такими людьми сложно, но, тем не менее, тем не менее, такие объекты тоже сдаются. Вот что получилось из простой акриловой шпаклевки, твои видосы помогли. Я бы посоветовал тебе, если ты сделал это из простой акриловой шпаклевки, Павел Юшкевич, подшкурить прожилочки, которые нарисованы, сделать их более естественными. Где-то их подшкурить, чтобы они были более такие заветренные, где-то они совсем у тебя ровные, не очень естественные. В этих местах надо их чуть-чуть подшкурить. И плюс эту работу можно покрыть каким-нибудь полуглянцевым баком, тогда больше будет похоже на натуральный камень. Но все равно эта шпаклевка надо понимать и различать, что шпаклевка и венецианская штукатурка нифига один и тот же результат не дадут. Идем дальше. Очень большое количество материалов ты используешь в роликах. Ты их за свой счет приобретаешь, или компания Дикораза предоставляет на выкрасы в виде пробников. Но, во-первых, я пользуюсь не только Дикоразой, и где-то это 50 на 50. Какие-то материалы мне любезно предоставляют. То есть я прошу на выкрасы, мне без проблем дают, потому что мы сотрудничаем и так. И в основном, конечно, я покупаю за свой счет, естественно, материал, потому что так или иначе он израсходуется. Сирко спрашивает, а со стартовой штукатуркой простой слабо? Сирко, не слабо, а вот не слабо. Скоро будут такие ролики. Вообще, я планирую большую серию роликов. Конечно, они пойдут не один за другим. Но уже скоро первые появятся. Будет серия роликов с названием «За копейки». Это как изготовить декоративные штукатурки, какую-то сделать декоративную отделку за супер микробюджет. То есть это будут как и простые материалы, которые вообще не предназначены для декоративных работ, так и просто дешевые, самые дешевые декоративные материалы. В общем, в планах это есть. Какие фирмы-производители еще посоветуйте? Спонсоров у меня нет. Конечно, самые лучшие – это итальянские материалы. «Добрый день! Можно ли дешевым материалом сделать красивую классическую венецианку, например, фирмы «Парад» или «ВГТ?» Очень было бы интересно посмотреть мастер-класс, и какие кельмы подошли бы для этого. Из бюджетных версий – спасибо». Кельмы из бюджетных версий… Ну, не знаю насчет кельмы из бюджетных версий. Опять же, инструменты появятся скоро у меня на сайте. То есть, они уже появились, но еще команда доставки еще не работает. Но вот скоро все заработает, и можно будет все инструменты заказать у меня на сайте. Так, дешевым материалом можно сделать классическую венецианку? Можно. Насчет «ВГТ» не знаю. Насчет «Парада» – да, «Парада» можно сделать венецианку? Можно. Такие кельмы? Ну, кельмы из нержавеющей стали. То есть, если у вас плохая какая-то кельма, просто прямоугольная, ей нужно металлическими ножницами обрезать уголки, наждачкой их закруглить, все стороны заточить. То есть, и такая кельма подойдет для изготовления. Из бюджетных версий будет у меня… Ну, у меня на сайте будут не самые бюджетные кельмы, но они будут средней ценовой категории, но при этом высокого качества. То есть, скоро можно будет приобрести у меня на сайте. Идем дальше. Ну, еще раз. «Из «Парада» можно, «ВГТ» не работал, отзывы плохие, но я как-нибудь доберусь до этого «ВГТ» и проверю, так ли все плохо, как говорят. Дальше. «Здравствуй, Геннадий. Вопрос таков. Ты сделал два образца «Имперадор Д'Арк» на 20-й минуте? Если да, то справа, мне кажется, более крутный и более приближен. Слева тоже отлично, очень круто. Будет ли «Имперадор Лайт»? «Имперадор Лайт» – это то же самое, что «Имперадор Д'Арк», только светло-коричневых тонов. Прямо он такой светленький, кофейно-коричневый. Но в ближайшее время не будет, потому что такой ролик уже есть. Ну, когда-то, может, попозже сделаю. Ну, вот. В принципе, тоже интересно посмотреть на этот эффект в светлом цвете. Но главное, чтобы он был не очень светлый, иначе прожилки все затеряются. Ну, это так, чисто спойлер. Ты сделал два образца. Да, там был справа маленький образец, который я обычно перед тем, как сделать образец на камеру, делаю образец подготовительный. То есть, колерую цвета и проверяю все заранее. Единственный ролик-исключение – это эксперименты с декоративкой. И там я сделал, не готовился, просто сразу же нанес, все заснял. И получилось неплохо, кстати. Обычно я делаю предварительный выкрас. Вам кажется, что он более крут? Ну, он неплохой, я бы так сказал. Он неплохой. Если говорить о том, что я имитировал более большое количество прожилок, так как в начале ролика там было выведено на экран монитора, именно то, что я имитирую, там прожила куча. И на том, что я сделал, тоже прожил куча. А на маленьком образце меньше прожилок. Соответственно, я сделал ближе к тому, чего хотел. Но на стене я бы так не делал. Короче, сложно. На стене у меня бы были переходы. Где-то было бы совсем много прожилок, где-то совсем мало. Потому что тогда бы получилась наиболее естественная картина натурального камня. Идем дальше. Это у нас спрашивал Сергей Заказчиков. Забыл озвучить. А до этого был вопрос про бюджетные венецианки от Ольги Рутаковой. Идем дальше. Артем Турчин. Здравствуйте, Геннадий. Поделитесь, пожалуйста, с сайтом, где покупали шпателя японские. Какой размер большого тот, который на видео у вас спасибо. Размер которого на видео 15 сантиметров. Длина лезвия. Поставщиков не выдаю. Даже под паяльником. Потому что это коммерческая тайна, друг. Прошу прощения. Но это так. Хотелось бы приобъяснить. Пфу. Хотелось бы приобрести япончики. Где? На сайте будет. Скоро, в течение пяти дней. Еще раз привет. У меня вопрос о просьбе. Покажи, пожалуйста, свою работу на объеме. Павел Юшкевич. Мою работу на объеме можно посмотреть на моем сайте. Там куча работ на объеме. Ну, это фото, а не видео. Кепка какого размера? Кепка, не знаю, на ней не написано. Стандартный какой-то размер. То есть, там тоже регулируется. У меня как бы глава средних размеров. Не знаю, я рулеткой, конечно, ее не мерил. Но так примерно думаю, что где-то средних. У меня она как раз. И при этом она с большим запасом в обе стороны. Потому что там, как у всех кепок, регулируется размер. Идем дальше. Здравствуйте, Геннадий. Меня интересуют вопросы. Возможно ли нанести венецианку на барельеф? Возможно. Возможно ли нанести венецианку, создав барельеф и рисунок? Возможно. По скрипту. Никогда не работал с венецианкой. Просто делаю ремонт у себя. Опыт есть только в отделке под покраску. Спасибо за ответ заранее. Ну, в общем, да. Я ответил на ваши вопросы. Но если как бы чуть-чуть побольше разобрать. Такие техники будут рассматриваться позже. Это достаточно сложные техники. Они требуют определенной подготовки. Но это будет на канале рано или поздно. Понимаете, мыслей очень много всего, что нужно реализовать. И невозможно сделать это все сразу. Так что имейте терпение, господа. Я прислушиваюсь к вашим комментариям, к вашим пожеланиям. Но не могу сделать все и сразу. Поэтому у меня у самого иногда голова квадратная. Я просто ложусь когда спать с этим ютубом. У меня вот эти комментарии, мысли, что сделать, что сделать. Иногда просто не заснуть. Короче, как наваждение какое-то. Такие дела. Геннадий. Как нанести шпатулеткой восковое покрытие с перламутром наполнителем? Лумиант равномерно, без пятен на стыках. Читал этот комментарий заранее. Загуглил Лумиант, что такое. И ничего не нашел. Я не понял, если честно, о чем речь. Восковое покрытие с перламутровым наполнителем. Я не очень понимаю конкретно, о чем идет речь. Обычно у меня не возникает проблем ни с какими стыками. Потому что я работаю зигзагом. Все края у меня рваные. И работаю небольшими участками. Поэтому легко избегаю стыков. Возможно, эти стыки и появляются в каких-то техниках, где они предусмотрены, хаотичны и равномерны. И это смотрится прикольно. То есть, сам смысл отделки в стыках. Такое тоже бывает. Если что. Так, ну, в общем, к сожалению, не очень понял предмет, на чем разговор. Но, возможно, вы уточните мне потом в сообщениях к этому ролику. В комментариях, точнее. Идем дальше. Геннадий, подскажите, пожалуйста, какой воск из бюджетных лучше использовать для структурных аватур и декоративных покрытий? И еще как можно критиковать такую офигенную работу? Спасибо за теплые слова по поводу моей работы. Благодарю. Какой воск из бюджетных лучше? Я пользуюсь Dekorazzo Chery Depor. Он не очень дорогой. Также есть воск фирмы ASTI. Тоже российские производители. Блин, вылетел из головы. Забыл название его. Короче, у них тоже есть лессирующий воск. Не помню название фирмы ASTI. Но он один из этой линейки. Также есть в обычных строительных магазинах продается лессирующий воск для декоративных покрытий фирмы Alpina. Это тот же самый Копорол. У Копорола это называлось Dekolazzo'е, а у Alpina это называется... Хрен знает как, не помню. Но, в общем, у любого продавца, где Alpina продается, вы спросите. Лессирующий воск для декоративных штукатурок и вам, скорее всего, подскажут. Идем дальше. Геннадий, доброго времени суток. Сильно заинтересовался декоративными штукатурками и на первый день настройки... Не первый день настройки, но именно данная область приносит элемент творчества в работу. Поделитесь, пожалуйста, каким образом начинающему мастеру-декоратору войти в данную область. Может быть, подскажешь, каким образом тебе удавалось находить первые заказы. Я, и борясь с неуверенностью, если такая была, конечно, делать свою работу. Для меня этот момент актуален, поэтому не буду благодарен. Актуален? Благодарен. Почти что рэпчик. Если дашь пару дельных советов. Творческих тебе успехов. Андрей Осадчук. Андрей, спасибо. Как начать декоративный путь, так скажем. Если вы пишете, что вы уже каким-то образом связаны со строительством, возможно, вы занимаетесь какими-то общими работами плюс малярными работами. То есть, с малярных работ, выйти на декоративку, наверное, это самое простое. Для этого вам нужно каким-то образом заполучить выкрасы. Нет. Начнем сначала. Для этого вам нужно посмотреть все мои ролики от начала и до конца. Потому что я раскрываю много техник и много нюансов. И говорю много о чем. Не только то, что касается конкретного ролика, а в общем. То есть, это вам реально поможет. Посмотрите все мои ролики. Реально поможет для общего развития. Потом. Блин, какая-то монополия, короче. Вам нужен инструмент. Если у вас нет денег, пробуйте сделать инструмент из какого-то дешевого инструмента. Из обычных шпателей. Из нержавейки для шпаклевки. Обрезайте у них уголки. Затачивайте их наждачкой под лезвие. И делайте, закругляйте уголки. Пробуйте наносить что-то такими инструментами. Если вы хотите профессиональный инструмент. Профессиональный инструмент можно будет совсем скоро купить у меня на сайте. И вам нужно небольшое количество материала. Вы можете прийти в компанию, которая продает декоративный материал. И как-то их заинтересовать. Допустим сказать, что у вас есть заказчик, который хочет декоративку. Вы хотите исполнить этот заказ, но не до конца понимаете, что конкретно вам нужно и как наносить. Потому что вы в этом деле новичок. И скорее всего, если это грамотная компания, то они вам объяснят, какие материалы есть. Вы уже поймете, судя по моим роликам, на что это примерно похоже. И выберите материал. И возможно, они вам дадут небольшое количество материала на выкрас. Из этого вы можете сделать образец, который в дальнейшем вы сможете продвигать на ваших объектах. То есть, допустим, вы делаете малярку и вы предлагаете альтернативный способ отделки. То есть, вы делаете малярку и говорите заказчику, вот у меня еще есть такой образец из декоративной штукатурки. Посчитайте ему, сколько ему это выйдет. И скажете, вот такая интересная техника. Ля-ля-ля. В общем, вот таким образом нужно продавать свою работу. Или купить материал на свои денежки. Да. Тут, как бы, скорее всего, потребуются какие-то вложения. Это один из направлений. Второе направление. Вы можете просто найти фирму по декоративной отделке и попытаться устроиться туда на работу. Я думаю, что такое тоже легко возможно. Гимнадий. Сделайте ролик по инструменту заточки и т.д. Хочется знать все. Я сделаю такой ролик, но только для тех, кто будет заказывать инструмент с сайта. Потому что, если у вас нет инструмента, что вам затачивать. Так что на общем канале такого ролика не будет. Идем дальше. Ни на что не претендую. Просто делай видео, как время и желание будет. Про Венеции с элементами золота. Как ты сам это видишь. Венеция с элементами золота будет... Немножко за спойлерю опять же. Будет Венеция с настоящим золотом. С настоящим золотом. Не с декоративным покрытием. Выложи ролик про инструменты и каким пользуешься. Все инструменты, которыми я пользуюсь, опять же будут у меня на сайте. Здравствуйте, Геннадий. Сделайте, пожалуйста, побольше роликов с травертина. И вопрос. Можно ли поверх слоя воска еще добавить слой воска, если где-то не понравился нанесенный участок? Можно ли нанести воск поверх акрилового лака? Ролики с травертина еще будут. Можно ли поверх слоя воска еще добавить слой воска? Можно, если воск или сырой, или полностью высох. И это нужно понимать, что воски бывают разные. В некоторых случаях это делать нельзя. Но в половине случаев это делать можно. Это нужно проверять фактически на вашем материале. То есть или вы делаете это по-сырому, или вы делаете это после того, как он полностью высох, встал. Потому что в промежуточном варианте, если вы начнете это делать, то, скорее всего, будут некрасивые пятна. Еще. Можно ли нанести воск поверх акрилового лака? О, другой вопрос. А нахрена? Просто воск поверх акрилового лака, он будет впитываться очень долго. Просто не очень понятно, зачем, с какой целью. Вопрос не до конца до меня дошел. Но да ладно, я немножко туповат. Идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Как начинающий декоратор, нахожусь в постоянной поиске всего. Качественных инструментов, материалов, своего стиля. И если последнее предупредится со временем и опытом, то с первыми двумя пунктами возникают проблемы. Кельмы, так как псевдоспецов по 100 человек на метр квадратный. И получить действительно дельный совет по подбору инструмента и материалов очень сложно. Поэтому хочу спросить. Кельмы, каких производителей стоит того, чтобы их купить? Если бы пришлось выбирать материалы для рельефных декоративных покрытий, например, травертин в технике карта мира, какого производителя вы бы предпочли? Копорол, Декотера, Эльф. Дикоразу нет возможности. Благодарочка за все эти труды. Респектус. Спасибо, что смотрите. Спасибо за приятные пожелания. По поводу, какого бы материал выбрал из Копорол, Декотера, Эльф в технике карта мира, смотря какой эффект вам нужен. Потому что можно сделать это с достаточно гладким материалом, полугладким материалом. Можно сделать это с зернистым материалом. Но такое стандартное решение, я думаю, что это Декотера Деламите. Кельмы, которые продаются у меня, стоят того, чтобы их купить 100%. Потому что, если бы у меня была такая возможность, доступ к такому инструменту в то время, когда я начинал, это дало бы мне значительное преимущество, а комфорт. Просто значительный кайф, больше кайф в работе. Приятнее было бы работать. Так что у вас есть такая возможность. Но есть инструменты не только те, которые я продаю. Есть инструменты еще прям совсем хай-класса, супер-люкс. Они стоят где-то в два раза дороже, минимум в полтора того, что я буду продавать. Но по качеству они сильно не остаются. Они немножко лучше, но по цене они прям сильно выше. Но в основном это работает везде. Чем дороже, тем лучше. Сами понимаете, везде, в каждом бизнесе есть ниши. Вы не можете прийти в Mercedes и сказать, что вам нужен E-класс по цене Honda. Потому что у них своя ниша, свое качество. Также вы не можете прийти в Honda и сказать, что вам нужна какая-нибудь CR-V по цене Lada и Kali. Потому что это разное. Нужно понимать. Вы платите определенные деньги. За эти деньги вы получаете определенный продукт. Это как в материалах, как в инструментах. То есть, имеет ли смысл переплачивать за самый топ? Не имеет. Но если деньги есть, почему бы и нет? Имеет ли смысл покупать самое дешевое? Только если у вас жесткий бюджет и прямо на первых парах. Я постараюсь предложить вам оптимальный вариант высокого качества. Идем дальше. Алексей Козин спрашивает. Геннадий, добрый вечер. Подскажите самый дешевый вариант венецианки. Хочу попробовать у себя дома. Я в этом деле дилетант. Спасибо. Самый дешевый вариант венецианки. Честно говоря, я фиг знаю, какой самый дешевый. Это не реклама. Но венецианка, которой пользуюсь я, она достаточно недорогая и хорошего качества. При этом новичок сможет с ней что-то сделать. Это венецианка дикораза стука венециана. Я поэтому советую ее начинать с нее. То есть вот сейчас я пользуюсь дикоразой, потому что для меня это было открытие, что она достаточно недорогая и хорошая. Но до этого я всегда пользовался и санмарко, и валпейнт, итальянскими материалами дорогими, дорогими венецианками. Они действительно хорошего качества. Но низкий сегмент я никогда не рассматривал и не использовал в своих работах, потому что работу требуют хай-класса, очень богатые люди и так далее. И если я им какой-нибудь там ВГТ притараню, то мне там бетонный тазик сделают тут же на месте и в обводный выкинут. Ну это я так, на самом деле насчет ВГТ я хозяин. Ну просто в интернете молва есть, что такое. Я не пробовал, если честно. Руслан Журавлев спрашивает. Как и чем можно добиться полупрозрачности венецианки? Из-за шкуривания отпадает. Не любит шкурить Руслан. И я тоже, честно говоря, не очень. Чем больше слоев, тем больше полупрозрачность. Чем тоньше они, тем больше глубина. В основном не имеет смысла делать венецианку больше, чем из трех слоев. Потому что трудозатраты уже не соответствуют тому, что вам платят. Но, в принципе, при грамотном подходе, при грамотном подборе цвета и материала можно сделать, допустим, венецианку слоев таки из пяти. И она будет охрененно глубокая. Просто охрененно глубокая. С полупрозрачными переходами вы будете смотреть на нее, как в 3D. Но за такое, извините, не платят. Так что стандарт – это венецианка в три слоя. Как добиться глубины? Нужен правильный материал. Правильный материал дает глубину. Это основное. Потому что из некоторых материалов ни черта не вытащить. Плюс этот материал должен быть достаточно полупрозрачный. Чтобы была вот эта вот игра многослойности. Идем дальше. Так. Режене родная. Геннадий, расскажите самую дружевую историю, которая случалась на объекте. Ну, не знаю насчет самой трушевой. Мне рассказывали разные истории. Ну, так, что первая в голову приходит. Допустим, была такая история. Там был такой заказчик. У нас был объект небольшой. Мы работали, там делали венецианку. И был такой заказчик с таким военным бэкграундом. Ну, вот такой серьезный мужик. Квартира дорогая очень. Соответственно, понятно, там статус высокий. И деньги есть. И такой суровый мужик. Ну, вот. И там был плиточник, который что-то накосячил, короче. И что-то он там с этой плиткой такой не может разобраться. И разбил он одну плитку. И этот чувак подходит ему, хлопает по плечу, говорит. Слышь, ты знаешь, сколько стоит эта плитка? Тот парень такой напугался, говорит. Нет. Он ему говорит. Эта плитка стоит больше, чем твоя жизнь. Я представляю, у парня, наверное, это холодок по спине пошел. Ну, и не только холодок, и не только по спине. Может, по ляжкам. Ну, ладно. В общем, не суть. Ну, короче, такая история была забавная. Хорошо, что не к нам он так обращался. Ты знаешь, говорит, сколько эта плитка стоит больше, чем твоя жизнь. Нормально он его жизнь оценил. Интересно, сколько это. Артем Турчин. Ты очень круто и доступно излагаешься. Видео только что посмотрел. Просто не оторвать глаза. Жду, когда можно будет купить инструменты. Спасибо. Спасибо, Артем, за хорошие, теплые слова. Геннадий. Спасибо за видеоуроки. Очень нравится манера подачи. Скажи, были ли интересные заказчики? А, интересные или известные заказчики. Да, такие были заказчики. Допустим, работал я у певицы Зары. На песочной набережной делали квартиру. Ну, из таких серьезных заказов я делал винцамку и фактуру в кабинете главного директора по строительству Санкт-Петербурга. Ну, вот и прямо из известных, вот это была певица Зара, да. Кстати, у Зары там тоже была интересная история. Там была одна стенка, которую два раза сносили. Два раза Карл. То есть, сначала стенку сделали, они посмотрели. Хм, по-моему, эта стенка лишняя. Здесь нужно окно или вообще убрать. Убрали. Так и посмотрели. Хм, все-таки стенка нужна. Давайте построим. Построили. Ну, в принципе, все просто. Убрали, построили. Ну, а что деньги позволяют? Что нет-то? Ну, что ж, товарищи. Я говорю по-русски немножко, мой друг из Украины. Как дела, товарищ? Я тебе нет, товарищ. Там мужики мой, как тебе, товарищ. Я. Полою. Откуда по-русски говоришь? О, эээ. О, берблюда. Ха-ха-ха-ха. Вот мы и закончили. Закончили. Я ответил на все комментарии. Я надеюсь, я ничего не пропустил. Ну, в смысле, на все вопросы. Огромное вам спасибо. И сейчас будем разыгрывать приз. То, что я обещал. Комплект инструментов плюс кепка. Так, в общем, друзья, будете сейчас мне помогать. Эээ. У нас тут получалось 74 комментария. Будем выбирать комментарии. Точнее, нам нужен вопрос. С помощью вот такого приложения. Это интернет-сайт. На котором можно выбрать рандомное число. Вот мы зашли на него. Выберем сразу же два числа. Мало ли, там будет фейковая страница. Потому что фейковая страница, конечно же, не участвует в розыгрыше. Семьдесят четыре. Значит, здесь вводим от нуля до семидесяти четырех. И нам нужно нажать только сгенерировать. Это у нас получается сорок и тридцать два. То есть победитель у нас в комментарии номер сорок. Считаем. Раз, два, три. Ой, блин, открыть же надо. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Семнадцать, восемнадцать. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Так, и победитель у нас Андрей Осадчук Сейчас мы зайдем на его страницу, посмотрим, что она не фейковая Но судя по вопросу, конечно же, она не фейковая Ну, фотографии есть, этого хватает Не очень-то заполненная страница, но тем не менее Судя по вопросу, этот человек реальный, Геннадий Доброго Время Суток Сильно заинтересовался декоративными штукатурками Так как не первый день настройки Именно данная область интересует элемент творчества Поделитесь, пожалуйста, как начинающему мастеру войти в данную область И вот так вот Андрей Осадчук входит в данную область Теперь напишем ему Андрей, поздравляю, вы выиграли, отправите В общем, Андрей Осадчук у нас выигрывает Если в каком-то случае, что Андрей не сможет каким-то образом дать мне адрес доставки Или он не захочет, чтобы этот приз доходил Или он вообще не ответит на это сообщение То, соответственно, в следующем будет это номер 32 Ну, я думаю, Андрей мне скоро ответит И я спрошу у него все данные, чтобы отослать ему выигрыш Ну, выигрыш я потом сделаю фоточки Как я отправляю это все по почте И чтобы все пруфы были Чтобы никто не сомневался Мало ли я там, типа, обманываю и так далее Чтобы все было чисто и прозрачно Я сделаю фоточки, как я посылаю инструмент Ну что ж, вот такой выпуск получился Я надеюсь, что мои ответы в какой-то мере Помогли вам еще больше проникнуть в эту тему В тему декоративной отделки И у нас тут еще лайф Нам ответил наш победитель Я сейчас покажу переписку Так что все нормально Андрей Так что все нормально Андрей Асачук ответил И, значит, будем отсылать призы ему Поздравляю вас, Андрей Удачи вам, успехов в декоративной отделке Ну, а на этом все Желаю вам творческих успехов И хорошего настроения Берегите себя Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok